всем привет начинаем завершающий этап строительство нашего красавца фоки ульфа от фирмы 48 масштабе на данный момент как вы можете видеть его уже можно так сказать облепил декалями нанес все наши кресты опознавательные знаки ну и уже еще раз глянцем покрыл что у нас был готов под смывочку так что сейчас мы сделаем пользоваться скорее всего буду двумя видами это вот этой наверно по нижней поверхности пройдусь темный такой смывкой миг и по верхней части там где у нас такие темные наверно пройдусь такой где то есть смывка сейчас найду и вот такая нейтральная stone grey серая такая смывочка для вообще на для черных поверхностей но я думаю здесь как раз она подойдет посмотрю как она там будет все вести и и всегда вымыть можно в принципе если будет не очень смотреть темный пройдусь чем посмотрю как она что будет выглядеть показывать весь процесс не вижу смысла ничего здесь такого сложного и сверхъестественного поэтому вообще все в принципе процессы дальнейшего обгадинга и вы заринга буду показывать этапами то есть уже то что получилось и что буду дальше делать и таким вот образом я думаю мы эту серию проведем так что далеко не убегайте включусь уже когда будет готова смывка итак друзья нанес смывку покрыл уже матовым лаком для дальнейших манипуляций почему у нас получилось так вот все то что блик создается это от лампы не пугайтесь так вообще практически не блестит с нижней поверхности так вот у нас он сейчас выглядит дальше будем делать небольшую тонировку маслом сделаю создам эффект где-то потемнение за выгорание старение можно так сказать краски добавлю на различных лючках и подвижных частях немножко сколов соответственно прокрашу некоторые вещи которые еще осталось прокрасить и наверное что единственное покажу на видео это нанесение нагара там посмотрим как что дело пойдет ну и соответственно нужно будет еще антенну сделать так что ухожу на паузу как будет готова готовый результат после тренировки я вернусь далеко не убегайте что же друзья немного тонировала маслом не знаю видно ли это вообще на верхней поверхности крыла на камеру на фотографиях в принципе это заметно на камеру не знаю будет ли это видно приближу попробую получился такой в разводах где-то что-то типа высад выгорело где-то что-то наоборот потемнело ну и снизу естественно установил шоссе ну и снизу в основном тоже такие разводы темные такой не первой свежести у нас получился самолет взлетавший из грунта с грунтовых аэродромов поэтому днище грязное теперь что еще сделаю одну поставил винт тоже его немножко под высветлил но это еще потом добавим может не знаю посмотрим теперь надо сымитировать нагар от орудий твой от орудия пулеметов и пушек и соответственно от двигателя это я попробую показать на камеру делать буду скорее всего вот такой краской такая краска здесь немножко затерлась но это по сути то же самое сажа скорее всего ей буду делать поэтому не переключайтесь скоро начнем да и останется нам только сделать немножко сколов на подвижных частях и антену и в принципе все так что далеко не убегаете что же друзья закончил я наш руки вольф чем получился вот такой у нас боец довольно долго служивший и кушавший нехороший бензинов чем переставался немного с нагаром пробовал новый как бы способ то есть сперва наносил коричневый цвет потом уже напылял сам нагар немножко переборщил с плотностью именно черного вот этой сажи и получился у нас довольно такой покушавший нехороший бензинчик или керосинчик не помню что там заливали в бмв в те времена немного пришлось отполировать фонарь но все равно не доглядел я кое-что при покраске изнутри поэтому немножко получился такой тоже боевой фонарь с внутренними царапинами надо все-таки крутилку купить автоматическую чтоб пальцем не крутить такой у нас боец сейчас покажу снизу вот такой тон у нас снизу получился то есть тонировал я маслом в основном применял черное и белое добавил сколов по механическим поверхностям там где что-то движется и к сожалению что-то у меня как-то стойка 1 загнулась пытался выровнять не получается немножко завалилась больше чем надо здесь на этом ракурсе вот видно этот стойка немножко вот это по вроде да вот это правильно и вот это вот немного не дошла или наоборот не помню в общем вот так вот получилось пытался поправить но она там уже намертво вклеилась даже не шевелится что могу сказать о наборе набор довольно хороший стыковка проблем вообще никаких не доставила единственно там где-то что-то сам лишнее срезал поэтому пришлось подшпаклевывать а так в принципе ничего таких каких-то прям грехов не было единственное как я говорил и в обзоре и на протяжении стройки не совсем удачное решение у таме и отливка вооружение и трубки пито вместе с деталями центроплана и крыльев во всяком случае мне в этот раз удалось ничего не сломать как-то меня в этот раз обошла это участь но декали тоже в принципе хороший набор несколько вариантов предлагает окраски поэтому можно выбрать что угодно я вот выбрал с петухом люблю такие не неординарные всякие эмблемы единственного здесь забыл прокрасить красным габарит и вот этот лампочку забыл но это потом подкрасим свастики не стал ставить дабы нас никто не обвинил в пропаганде возможно поставлю уже перед тем как на полку его во дружу но сможет даже не буду ставить ним без свастик даже больше нравится так что вот такой результат как вы знаете довольно критичен к своим работам поэтому выставленная на своей работе оценку 4 до пятерки пока не дотягивает мое мастерство так что я считаю что четверка но уже вы такая уверенная спасибо всем за внимание следите за новостями дабы не пропустить новые проекты и продолжение текущих вертолетов вертолетов все делается следите за выходом по ним серии но и наверное скоро запустим что-то на замену фоке вульфа из моих запасов посмотрим так что следите за новостями и не пропускайте всем спасибо всем до новых встреч пока пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр